Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. В связи с выходом нового набора Crystal Creations я подготовила для вас небольшую постройку. Причем самое интересное, что идея этой постройки мне пришла в голову, когда мы с вами еще трейлер смотрели. Когда я увидела вот эти вот все предметы мебели, я поняла, что вот, я хочу построить именно вот этот домик, который вы сейчас видите на экране. И пока я строила этот домик, понятное дело, что мне в голову пришла одна история, которая вам сейчас понятное дело, что расскажу. Так что, друзья мои, бегом заваривайте кавуську, хватайте смоколоки, а я вам расскажу, кто же будет жить в этом домике. Итак, я начну, наверное, с самого-самого начала. Жила-была семья ювелиров, и у них родился сын Томас, который, в принципе, тоже очень даже неплохо разбирался в ювелирном деле, и его семья решила, что он должен жениться на девушке тоже из семьи ювелиров. Но понятное дело, что Томас был против такого брака, и девушка, с которой его хотели связать, тоже была против, у нее вообще был возлюбленный. И когда они встретились, они решили, что нужно как бы помешать вот этому браку, тем более, что девушка действительно хотела выйти замуж за другого. Томас решил, что он не сможет переубедить родителей, и решил, что ему нужно уехать. Он достаточно много путешествовал, побывал в различных городах, и решил поселиться в Винденбурге. Как вы знаете, Винденбург достаточно большой городок, он такой очень тихий, но он не маленький. Тут было и так уже достаточно ювелиров. Когда сюда приехал Томас, он понял, что ему придется постараться, потому что, в принципе, он собирался продолжить свое дело, он собирался также дальше заниматься ювелирными изделиями, но ему нужно было здесь как-то пропихнуться, что ли, потому что, ну, зачем в этом городке еще один ювелир, о котором никто не знает. И как-то раз он решил принять участие в соревнованиях, он решил принять участие в ярмарке, где должны были проходить выставки, соревнования различных ювелиров, и он решил туда отправиться как можно скорее. Он взял свою лошадку, как видите, у нас тут есть местечко для лошадки. Он поехал через лес, он ехал достаточно долго, он готовился к этой ярмарке, он взял с собой все свои украшения, и когда он ехал по лесной тропинке, он услышал вдалеке крик. У него был выбор, либо свернуть с дорожки и узнать, кто же в беде, либо же, понятное дело, что ехать дальше. Ну, понятное дело, что Томас у нас такой вот герой весь из себя, он решил, что бросить человека в беде это будет неправильно. Поэтому он свернул с лесной дорожки и поскакал по направлению звука. Когда он подъехал поближе, он слез с лошади, понятное дело, что он оставил лошадку подальше, и увидел, что двое парней тянут девушку в какой-то старый дом. Конечно же, он понимал, что, ну, как бы влезть сразу же с боем будет как-то не очень правильно. Он решил посидеть какое-то время в засаде, подождать, что будет дальше, и через какое-то время он понял, что в этом доме, кроме этих двух парней, никого нет, он прислушивался, он обошел этот дом несколько раз. Он понял, что здесь больше никого нет, кроме вот этих вот двух парней. Он какое-то время подождал и увидел, что они куда-то отправлялись. То есть они вышли из дома, и они куда-то там, не знаю, отправились, поехали, может быть, они на охоту пошли. И понятное дело, что Томас решил попробовать взломать замок, учитывая, что с ним были все его инструменты для ювелирных подделок. У него там были какие-то, знаете, прям совсем маленькие шила. В общем, он взломал замок, отправился в этот дом и смог спасти девушку. То есть никаких, как бы, у него пересечений с этими двумя ребятами не произошли, он все делал очень быстро. Но понятное дело, что время шло, и успеть на ярмарку он уже никак не мог. Он спас девушку, и, конечно же, затем он ей рассказал, что, мол, как бы, я вообще-то спешил на ярмарку, мне нужно было принять участие в конкурсе, потому что я хочу завоевать какое-то место, как ювелир в этом городе. А тут получается, что я не успел. Он очень сильно расстроился, и девушка его успокоила. Она сказала, что, возможно, она сможет ему как-то помочь в его деле. Оказалось, что девушка-волшебница. Она обладает магическими способностями, и она может помочь ему в его ювелирном деле. Да, я думаю, что вы сразу же спросите, почему она не куда-то телепортировалась. У нее, скажем так, был другой характер способностей. То есть, допустим, она могла создавать какие-то магические амулеты, она могла создавать какие-то обереги, но прям вот куда-то перелететь и телепортироваться, увы и ах, она не могла. В общем, она рассказала Томасу, что она может помочь сделать его изделия более уникальными, более необычными. Может быть, они смогут как-то помогать ему в жизни и покупателям. И она сказала, что она с удовольствием, конечно же, попытается им помочь. Но, увы и ах, в Инденбурге ей как бы жить было негде, потому что она странствующая волшебница. И как бы здесь она никого не знает, где остановиться она тоже не знает. И вообще, вот эти вот двое на нее напали, пока она ехала, она не знает, собственно, где остановиться. Ну и, конечно же, Томас, как настоящий джентльмен, предложил ей остановиться у него дома. Ну и, понятное дело, что Шуры-Муры-Муры-Шуры, он в нее влюбился, она в него влюбилась. И, в итоге, они вместе занимались ювелирным делом, но ювелирным делом секретом. В общем, мне эта история такая вот трошки сумбурная, я, скорее всего, наверняка в чем-то там запуталась, потому что, как вы видите, а, между прочим, вы меня видите, всем приветик. Я это рассказываю без попертя, то есть, как бы, оно мне в голову вот пришло, и я вот вам рассказываю. В общем, теперь давайте я расскажу вам про домик, потому что домик я строила два дня. Я решила поиграть с платформами, и я решила, конечно же, здесь разместить на первом этаже вот такой вот Magic Jewelry Shop. То есть, у нас на первом этаже могут приходить посетители, они могут смотреть вот эти вот украшения, они могут сесть вместе там на диванчике, обсудить, например, какие-то покупки. Ну и также здесь находится мини-мини на первом этаже мини-мастерская, где если что-то где-то надо подогнать, то это можно сделать здесь. На втором этаже находится уже, собственно, сама мастерская Томаса, то есть, там он будет делать свои вот эти вот украшения. Но, понятное дело, что их нужно не просто делать, а с ними нужно работать. И учитывая, что в этом домике есть небольшая башенка, то как раз в этой башенке находится и мини-мини кабинетик нашей волшебницы. В общем, вместе с Томасом она занимается вот этими поделками. Действительно, Томас завоевал неплохое, скажем так, имя, и он занял свое место в Винденбурге, потому что его украшения действительно влияли на местных жителей. Они им в каких-то моментах, может быть, помогали. К ним мог прийти, например, там, не знаю, допустим, отец девочки, которая, допустим, вот приболела, и он говорит, вот, пожалуйста, вот я хочу ей сделать какой-то подарок, у меня там дочка болеет, пожалуйста, вот хочу ее как-то порадовать. И, допустим, его волшебница могла пошептать. Пошептать, и девочка гораздо быстрее выздоравливала. Также к ним мог прийти какой-то воин и сказать, что, мол, мне нужен оберег. И, понятное дело, что наша волшебница могла пошептать и сделать для него оберег, амулет. В общем, здесь действительно было очень много у них интересных историй. Плюс мог прийти какой-то парень, например, он был влюблен в девушку, и, мол, я хочу ей сделать предложение, но я не уверен, что она согласится. Да, она вроде бы меня любит, но вот я переживаю, что, может быть, она ко мне не так относится, как я к ней. И, конечно же, волшебница могла пошептать, и, допустим, вот он хотел купить для нее кольцо, и это кольцо раскрывало чувства, может быть, оно подталкивало к каким-то более романтическим действиям. В общем, тут как бы не прям совсем магия была, но такой вот, знаете, элемент действительно оберега, подталкивания к каким-то действиям. Может быть, какие-то появлялись, знаете, там он, вот тот же амулет, он мог дать какую-то уверенность в себе. То есть, мне кажется, что вот этот вот домик, он просто идеально подойдет для такой вот парочки. Я очень долго думала, как он будет выглядеть, потому что я действительно хотела какой-нибудь джуэллери-шоп, но чтобы он был необычный, а вот с каким-то, знаете, с какой-то такой вот фишечкой. Я очень много пересмотрела различных вариантов в интернете. Я залезла, как обычно, в инстаграм, пересмотрела всякие какие-то мэджик-шопы, как они выглядят. Но, понимаете, ты пересматриваешь, пересматриваешь, и вроде бы оно not bad, но ты понимаешь, что в Sims 4 ты это реализовать не сможешь. А потом, бац, я увидела картинку просто какой-то, знаете, артик с вот таким вот домиком. Понятное дело, что план я сама продумывала, потому что планов нет, ничего нет. Я достаточно долго думала, какое я дерево здесь буду использовать. Понимаете, вот эта вот проблема с деревом, я надеюсь, что ее когда-нибудь пофиксят, потому что це я кейс жахитя. Я тут так долго перестраивала этот дом. Знаете, изначально, вообще такой вот сейчас мини-офтопчик у нас будет, я хотела этот дом сделать более оранжевым. Я здесь видела не вот эти вот окна из Винденбурга, а я здесь видела вот эти вот мэджик-виндоус из мира магии. Там есть офигенные вот эти вот витражи. Мэри построила просто офигенную магическую вулочку, которую мы с вами уже заполняли на стримах. И там она использовала вот эти вот витражные окна, про которые я, как всегда, забываю. И я хотела их здесь использовать. Я хотела вот тут вот в спальне вот это вот огромное витражное окно разместить. Но, ребят, дерево не совпадало под свет. Я так настрадалась. Я этот дом уже сносила, переделывала. В общем, я очень сильно расстроилась, что я не смогла использовать эти витражные окна. Но у меня есть еще кое-какие идейки там, где мы с вами сможем их использовать. Поэтому я думаю, что все не так уж плохо. Мы их обязательно тоже еще используем. На первом этаже, кстати, я практически в основном использовала вот этот вот новый набор. Да, тут предметов не так уж много, честно вам скажу. Я его когда выбрала. Ну, да, я смогла как-то где-то что-то разместить. Ну, и как бы добрый вечер. Все, больше ничего нельзя добавить. Я, понятное дело, что здесь использовала и другие наборы, потому что там было бы очень мало. Нет, можно с этим набором какой-то симпатичный кабинетик плюс базовая игра. Но я очень хотела, чтобы у нас тут был прям совсем такой вот magic shop, поэтому я добавила вот такие вот штуки. Кстати, у нас же в воскресенье, да, я этот ролик записываю в четверг, он должен выйти в пятницу. А в субботу у нас, как обычно, стрим по Sims. Поэтому, друзья мои, кстати, заходите в мой телеграм-канал, у нас сейчас начинается розыгрыш двух копий Crystal Creations, так что принимайте участие. В общем, я думаю, что в субботу мы с вами тоже построим что-нибудь такое вот связанное с магией. Мне как-то, знаете, последним временем прям очень эта тема прям прет. Мне очень нравится что-то такое вот волшебное строить. Вы знаете, что я люблю затерто-потертые постройки, а что как нельзя, кстати, у нас относятся к затерто-потертому? Вот такие вот какие-то старинные домики. Может быть, у вас есть какая-то интересная идейка, может быть, у вас есть какая-то интересная семейка, для кого мы можем построить какой-нибудь симпатичный домик. У меня есть несколько идей, опять-таки, где мы с вами сможем это все использовать. Поэтому, поэтому приходите, мы с вами все это обязательно попробуем применить, и мне кажется, что получится очень даже здорово. По поводу участка, честно вам хочу сказать, очень хотела все это разместить в Глимербруке. Вот честно вам хочу сказать, я почему-то видела вот этот домик. Точно Глимербрук? Ну, короче, вот этот вот магический городок, вы поняли. Я вот прям там видела, причем знаете где? Я его видела там, где живет семейка. Участок 20 на 30, по-моему, у нас центральный 30 на 40, ну, если на карту смотреть, он, по-моему, справа. И он тоже 20 на 30, хотя это 20 на 20. Но там получается подход к каждому участку такой вот, знаете, красивый, аккуратный, выложенный дорожкой. А мне такое не надо было. Мне надо было, чтобы оно было просто, просто какая-то тропинка. Лесная, желательно. И такого у нас в Глимербруке нет. Нет, по-моему, там есть какой-то участок, по-моему, там где бар. Ммм, да, супер. Там где бар? А, там, по-моему, вообще просто асфальт. Поэтому не. Sorry, солнышки, туда мы с вами разместить это бы все не смогли. В общем, я очень сильно расстроилась, очень хотела это все в Глимербруке. Я просто вот прям видела там. В итоге я открыла все наши города, смотрела на них, смотрела так вот очень долго. Думала по поводу Бриндлтон-Бея и Хэнфорда, но Бриндлтон-Бея это модерн, такой вот модерн-таун, поэтому no. Хэнфорд, ну, мне кажется, это не то. Нет, это не то местечко, Хэнфорд трошки, ну, как бы, он не магичный. Хотя, в принципе, животные, ля-ля тополя, но нет, нет, Хэнфорд нет. В итоге я решила, что ладно, попробуем Винденбург. Начала крутить Винденбург. Крутила его, крутила, и сначала я открыла одну локацию, увидела, что там опять идет вот эта вот вымощенная, получается, дорога к дому. Я такая думаю, ну, добрый вечер, нет, я не хочу так. Знаете, какую я локацию открыла? Помните, 100 детей с Мэри, мы начинали такой вот какой-то куточек, в самом конце карты находилась такая вот постройка. Я ее открыла, такая, нет, я не хочу там, я хочу в другом месте. И потом я увидела вот эту. Здесь, по-моему, живет парочка, одна художница, другая, я не, Майки, по-моему, зовут, Урсула и Майки. Могу запутаться в именах. В общем, мне показалось, что вот их местечко, размещение их домика, это просто бимба, и я решила, что мы должны тут построиться. Тем более, что рядом есть озеро, есть рядышком такие вот поля, ну, то есть, знаете, такой вот кантри-хаус у нас в итоге получается, но очень уютный. Как бы вроде бы и на отшибе, то есть, достаточно далеко, то есть, здесь можно заниматься своими делами, и как бы магия. Да, в мире, ну, в том мире, в котором живет Томас и его волшебница, там как бы, ну, знают, что есть магия, но она не то, чтобы не приветствуется, но она не так сильно распространена. Поэтому у нашей феечки-волшебницы-ведьмочки, называйте, как я ее хотела. Кстати, может, слушайте, а может она фея? А может быть, на самом деле она фея? А вот те два мужика, которые ее пытались похитить, похитить, я уже заговариваюсь, которые, это, может быть, какие-нибудь тролли, которые хотели забрать у нее волшебную пыльцу? Может быть, и так было? Ну, в общем, в любом случае, Томас ее спас, и она действительно не человек, то есть, она магическое существо. То есть, может быть, она феечка, может быть, она эльф, может, она эльф? Кстати, между прочим, и, кстати, наверное, мы так и сделаем. Мы будем ее считать либо феечкой, либо эльфом, потому что, как бы, ну, ведьма, ведьма, ладно. А у этой, как бы, есть магические свойства, но, опять-таки, летать она, допустим, не могла. Она не могла взять и телепортироваться. Такая, хопа, по кусике я улетаю. В общем, я, конечно же, добавила различные деревья. Знаете, мне этот участок очень нравится. Он такой вот прям очень-очень-очень такой красивый, очень уютный получился. И я, когда строила, думаю, добрый вечер. У нас же должны быть какие-то места для животных. Поэтому я решила, что у нас обязательно будет место для конека. Я, кстати, сначала хотела использовать навес. Навес, который у нас есть в игре. Но, ребят, у нас либо навесы выше получаются, они такие здоровые, либо они очень маленькие. Итак, мы с вами отправляемся на экскурсион. И вуаля, друзья мои. Вот такой вот у нас получился домик. У нас есть местечко, где можно что-то выращивать. Можно медиком заниматься. Можно, между прочим, нектаром заниматься. Также у нас есть местечко для лошадки. Ну а сейчас мы с вами заходим и попадаем в нашу магичную кромнычку. Значит, на первом этаже ювелирные изделия, которые делает Томас. Не факт, что они все заряжены. Тут уже надо спрашивать у ее подружки, что из этих предметов заряжено, что нет. То есть большая часть это просто обычные ювелирные украшения. Это книга, каталог, допустим, кристаллов. Здесь вы можете увидеть и уже готовые изделия. И вы можете увидеть, что здесь у нас, допустим, кристаллы, которые вы можете использовать. Это ширма просто, чтобы перекрыть проход. Кстати, я добавила вот эти вот светильники. Они мне прям капец как понравились. Тут у нас место для обсуждения. То есть если приходит клиент, можно здесь сесть, посидеть, полялякать, обсудить, что вы хотите заказать. Вот у нас есть еще одно украшение. Тут у нас такой вот мини-рабочий кабинетик для того, чтобы, допустим, подогнать какое-то украшение. То есть какую-то минимальную работу сделать. Мы с вами поднимаемся наверх. Ну и наверху нас встречает сразу же небольшая кухонька. Она действительно небольшая, но такая вот очень уютная. Есть местечко, где можно перекусить. Можно книжку почитать. Может быть, там какие-то кулинарные рецепты вычитать. Здесь у нас, собственно, сама кухня. Проходим и попадаем в спальню. Ширму можно передвинуть. Я ее просто здесь поставила, чтобы она как бы так вот ограждала, получается, нашу кровать. Здесь у нас небольшой туалетный столик. Наша феечка-ведьмочка-эльфийка очень любит украшения, поэтому у нее тоже есть своя скорбничка. Здесь у нас, ну, понятное дело, что ванная комната. На втором этаже движемся с вами дальше. И здесь у нас вот это уже рабочий кабинет Томаса. То есть тут он именно занимается изготовлением. И вот видите, как раз он подготовил вот такое вот очень красивое украшение, которое в итоге будет заряжать его девушка. Ну и здесь у нас тоже, видите, всякие украшения. Здесь, может быть, они обсуждают какие-то дизайны. Понятное дело, что его мадемуазель иногда принимает участие в разработке ювелирных украшений, но она не то чтобы в этом не шарит. Ну как бы ее сторона магия. Хотя она ему делает тоже всякие подсказки. Ну и тут ее небольшой-небольшой кабинетик. У нее есть магическое зеркало, у нее вот тут тоже есть кристаллы, может быть, какие-то травы, может быть, ей это тоже все надо для приготовления. Ну и здесь маленький-маленький балкончик для того, чтобы заряжать изделие. Ну что, ребят, вот такая вот сумбурная история у нас получилась. Вот такой вот домик у нас вышел. Он мне капец как и нравится. Если вы хотите, чтобы я его добавила в галерею, то обязательно поддержите ролик лайком. Давайте соберем полторы тысячи лайков и я добавлю его в галерею. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok